здравствуйте на связи кузнецов дмитрий компания аля я с огромным удовольствием предлагаю вашему вниманию очередной диалог с нашим бессменным убийцей коллекторов герпесом адольфовичем он собственной персоны вышел с отпуска и готов опять делиться своим творчеством с вами и он более того сейчас с вами готов вам сказать вступительное слово прошу вас герпес адольфович здравствуйте друзья здравствуйте я рад вас всех приветствовать на канале кузнецова дмитрий компания лям расскажу некая особь из кредит его по банк в очередной раз попыталась наехать на мою сестрицу дорожайшую и вот что из этого получилось я максимально долго пытался держать его на связи в итоге он мне начал забивать стрелку но в то же время сам же отказался приехать не обозначив точное время дурачок хотелось мне ему сказать ты понимаешь что нормальные мужики забиваясь всегда говорят во сколько и куда и где состоится встреча а все остальное относится к чмошникам баранам и бестолковым петухам я ему не стал об этом говорить как вы понимаете я интеллигентный человек у меня образование не позволяет хамить таким вот ублюдком но как вы сейчас успеете убедиться он получил очередные несколько нокдаунов и в итоге нокаут и слился вот очень мне не терпится чтобы вы оставили свои комментарии если вам понравится этот ролик поставьте пожалуйста лайк если не понравится конечно поставьте палец вниз ну и конечно подписывайтесь если вы еще не успели на наш канал вот так вот спасибо герпес адольфович и так слушаем очередной диалог герпеса адольфовича и страшного и ужасного сотрудника из кредит европа банка вас слушают а вот здравствуйте звонок вам поступает из города москва кредит европа банк скажите светлана вячеславовна вам не знакома да это сестрица моя что зачем почему вы звоните вы не подскажете как как с ней связаться можно ну смотря по какому вопросу да вот как бы у меня номер ее трубочка у меня я полномочен решать все ее вопросы я так услышал вы из банка да вот как раз таки по банку она уполномочила меня заниматься всеми вопросами и я готов с вами побеседовать если вы представитесь конечно еще раз я бы не прошла вот потом фартом владимирович в экономической запасности президент европа банк как вам можно брать у меня зовут герпес адольфович как герпес адольфович еще раз пожалуйста ими герпес герпес ими такой мифологический герой раньше был мифы древней греции герпес да герпес адольфович ну там заместом и да немного да мне тоже вот мамаша моя в свое время так вот что ли пошутила назвала меня герпес почему-то ну вот утверждает что ошиблись в паспорте но вот хожу с таким именем герпес вы знаете меня устраивает ничего страшного это мне не помещало получить образование и мужа до адольфович что вы если там весла вам сестра но логичный вопрос и двоюродный брат старший двоюродный брат она упал у пола больше у вас решать вопроса ну связи с тем что у меня позволяет мое образование я кандидат юридических наук и более или менее разбираюсь в предмете готов пообщаться но в какой-то степени я надеюсь что это точно на это преподавать мне это не мешает в будущем адвокатом юристом судьям повышение квалификации то есть возможны вот эти вот семинары ну так давайте ближе к вопросу конечно же конечно вопрос по задолженности хотелось его уполномочен решать да ну я в деталях не знаю я только вот пару дней назад прилетел еще как бы не имел скажем так удовольствия в кавычках удовольствия париться с документами ну так я и надеялся что все-таки позвонят мне представители кредиторов и мы будем на месте по горячим следам все это делать да я понимаю что у нее есть определенная ответственность финансовая в том числе и скажем так надутая а есть естественно настоящая то есть надутая это когда она уже выплатила кому-то что-то сколько-то а с нее продолжают требовать но есть действительно еще обременена на определенными скажем так обязательствами да вот кредит европа банк и я не готов сейчас ответить если вы не подскажете что там у него за ситуация тогда я понимаю да вы не имеете права там на основании определенного закона банках банковской деятельности там банковская тайна но я и не претендую на детали просто да вот я вам не назову конечно точную цифру до головы дня я не да 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 мне это в принципе достаточно понимать 80 80 80 88 тысяч 300 рублей она должна по карте и по кредиту более 240 тысяч а сколько лет назад она заключила договоре вот эти вот я так понимаю кредит она пораньше заключила и наверное предложили как карту в довесок да ну или как не вне 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 не более двух лет назад она то есть два года она прекратила платить по моему она уме у нее вот это вот истерика кредитная началась насколько я знаком ситуация то есть как вот у нас семье это происходит не года назад да 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 менее около полугода назад правильно как говорится языка сняли да вот полгода назад я что-то неладное почувствовал там матушка ее давай мне позванивать там советы спрашивать как это вот разобраться как справиться я так говорю мне же не могу просто так взять и что-то мне нужно вопрос ситуации ну и вот тут она уже попытки суицидальные предпринимала поэтому я все бросил купил билет на самолет и прилетел а что остается ну да я же я же мучают я же не только вы же понимаете человек незнание и страх руководить основной массой нашего несчастного населения нашей вот этой вот гордой но бедной страны люди ничего не знают не знают где спросить как даже ленятся почитать элементарные вещи гугл то яндекс пестрит справочным материалом люди впредь прыгают из-за того что в принципе вопрос вы единого яйца не стоит ой 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 ну что ж да но это эмоции как мы с вами понимаем как взрослые люди давайте к предмету конечно же вернемся да вот смотрите я предлагаю путь решения то есть мы готовы пойти за своей страны на уступки то есть мы уберем все проценты все штрафы которые были назначены вашей сестре и закроем если вы юридическое образование как вы говорите у вас есть под сессии договор вы даже может а ну отлично но слушайте ну да я должен изучить я понял его извините перебиваю простите на продолжайте ничего 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 в процессе выделения банка я так понимаю она проживает серпухове то есть сейчас ее по и попробую поймать то на даче то москве то и там и там и работу везде ищет и по области носится и даже пыталась в эстонию поехать и в таллинн поехать пыталась там в общем сложности на каждом шагу и везде неудел как говорится нервы не в порядке вот это вот психоз этот постоянно и давайте не будем у меня сердце кровью обливается довели женщину эти кредиты и и извините чтобы они не лагали денежные средства в любом случае вы же понимаете что нужно будет возвращать смотрите да но я значит вы предлагаете цессия да то есть выкуп долга человеком которому она доверяет правильно понимаю да 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 а сколько процентов банка готов скажем так снять тело кредита и за какую стоимость ну или в процентном соотношении с основной задолженностью 50 процентов а за 50 процентов а смотрите чтобы принять вот это решение я хотел бы получить ну точнее давайте так вот она хотела бы получить но я просто сейчас декламирую ее позицию которую я в принципе буду ну не навязывать а настойчиво предлагать документ документ подтверждающий ее расходную часть то есть это вот от банка и мы от всех сейчас запросим и уже запросили уже составляем бумажки и к вам отправим выписка расширенная выписка скрепленная печатью банка прошитая ну как положено документы предоставлять да вот как банка должен не скрепкой от степлера да там в конвертике а заказным письмом с уведомлением вручения пожалуйста такие документы вы же должны знать что они не высылаются только по приходу выделения банка мы мы выдаем выписку почте россии почте россии а подождите тогда объясните почему суд суды все гражданские суды спокойно это делают через почту россии не боясь каких-то там утечек информации то есть судья материал высылает проклеенный и отправляет совершенно спокойно заказным письмом с уведомлением о ручении с объявленной ценностью если это уже нужно да и так далее и тому подобное с описью вложения и почта россии и почте россии делегировано право и обязанность что я не знаю почему суды высылают я вам так скажу я могу объяснить то что были прецеденты когда банки высылали и их решали лицензию ну вынужден констатировать что вот это законный способ и никаким образом вы не можете нам отказать на основании закона защите прав потребителей статья 29 я сейчас не пытаюсь конфликтовать поймите меня правильно уважаемый сотрудник банка я просто сейчас да 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 есть закон да и никакие позиции банковские договорные и так далее и тому подобное не могут стоять выше закона по закону да по закону по закону что мы да смотрите есть закон о защите прав потребителей статья 29 можете посмотреть по первому требованию письменному либо устному обязана кредитор ну вообще исполнитель услуги тут не обязательно кредиторы это не касается только лишь банков это вообще услугу оказали моей сестре обязан по первому требованию предоставить все документы соответствующего образца соответствующим надлежащим образом и почта россии для того и существует чтобы собственно говоря исполнять вот эти вот законные права граждан по Liplan потому что человек может где угодно находиться о в том что вы Sukul например мелод лучше либо пусть позвонит на горячую линию сообщит свой пин код который она должна знать пин код нельзя сообщать никому банка нельзя сообщать пин код вас что говорите нет libraries банка, она должна написать заявление на предоставление выписки, либо ей вручат. Мы это заявление отправили. После заявления, да, тогда мы вышли. Не, вы забудьте, мы не будем ездить по банкам. Допустим, ну вот смотрите, простой вопрос, простой момент. Нет в городе, допустим, где находится человек, а человек по закону имеет право передвигаться по всей территории России, если он не в розыске, если он не разыскиваемая персона, совершенно свободно. И вот, допустим, находится человек, где нибудь там, где ему нравится. И там нет вот вашего банка или какого-то другого. Вы хотите по Почте России, чтобы мы выслали, этого не будет, я могу сразу сказать. А тогда, смотрите, тогда мы не сможем проанализировать, тогда мы не, изо всех сил пытаясь пойти навстречу банку, до того же ваше предложение принять, мы не можем, то есть, этого сделать, потому что вы, в свою очередь, ну, не вы буквально, молодой человек, а... Вы в суде будете представлять? Кого? Если придется, с удовольствием. Если придется, то с удовольствием буду и в суде представлять. Я имею богатый опыт. Значит, она... Понятно, ну, это я рад за вас. А она сейчас, не подскажься, она работает официально, нет, сестра ваша? А, нет. Нет. Ну, не официально, подработки, подработки. Ну, подработки. Сейчас не обладают данной конкретной информацией, вот. А зачем вы интересуетесь? Ну, понятно. Давайте поступим следующим образом. Я вам телефон оставлю, вы с ней встретите, переговорите с ней, то есть, если намеренный вопрос решать. Так намерен же, а как же не намеренный? Мы же вам сказали, намерен. Строго, по 100% законный... Ну, ее хотя бы надо услышать нам, понимаете? А зачем? Хотя бы нужно услышать. А зачем, скажите, пожалуйста? А как же мы можем по вашему требованию выслать по почте России? Ну, потому что это не по моему требованию. Это письмо напишет моя сестрица, подпишет его, предложит копию паспорта. Если хотите, если хотите, заверим нотариально ее подпись. И что тогда, что мешает? Ну, не хочет она в банке. Я просто знаю, что в банке ее ждут, потирая ладошки, чтобы перехитрить. А я физически, да и просто не хочу, имею на это право. Ходить и какие-то уединенции в банке время свое тратить. Я понимаю, что по закону я абсолютно в правовом поле, если я вот таким образом выбрал формат общения с банком, письменный. Ситуация может быть... Нет, понятно, все понятно. Ситуация ясна. То есть вы можете ее представлять в судьбе, и в суде, и где угодно. Но тут, знаете, такая она двоякая ситуация на самом деле. Вот я вам так открою, приоткрою занавес такой небольшой. На самом деле, дело вашей сестры кредитное лежит в отделе, который продает в коллекторские агентства. Вот, так это замечательно. Я вообще, я думаю, это исход шикарный был бы. А какая разница? А коллектор, понимаете, как только... Смотрите, ситуация-то какая? Нам никакой вам будет. Будет. Наташа, душа моя, я сейчас разговариваю со взыскателями. Да. Сейчас подойду. Хорошо, сейчас буду, душа моя, сейчас. Извини, пожалуйста. Да, простите, у меня супруга нервничает. Ну, я вас понял. То есть вы утверждаете... Простите, нас перебили... Я ничего на данный момент не утверждаю. Вы предлагали, да? Я предлагаю вам, кстати, телефон банка. Я не могу понять, зачем. Неужели банк не устраивает законные методы? Вот движение людей законное. Да вы понимаете, законные методы, да, на все устраивает, на все устраивает. Но только это все очень долго. Какая разница? Нет, ну... Ну и что? А мы никуда не торопимся. Мы торопимся, понимаете? Ну, предпринимайте, окей, окей. Предпринимайте, предпринимайте все методы. Если... Вот он я, вот он. Ребята, я здесь. Я понял вас. Проходите, сейчас подберем. А, нет, давайте закончим все же. Ну, подождите, про коллекторов очень любопытно. Вы телефон запишете или нет? Так я не знаю, не понимаю, зачем. На любом биллборде, где информировалось... Вы слишком много говорите, и я как бы... Так я и сейчас вам говорю... Телефон запишете, да, нет. Да, нет. А это, ну, вот которого, вы звонили из которого, да? Нет, к сожалению, нет. О, подождите, стоп, секунду. Вы из банка вообще звоните? Может, вы уже коллектор? А почему? В договорах, в любых договорах есть четкие написаны, прописаны телефоны, с каких будет проводиться коммуникация. А вы можете пробить этот телефон, если у вас есть такая... А зачем? Не-не-не-не, в договоре написано... Нет, ну, подождите, ну, это... Крепите Европу банка, это IP-телефония. IP-телефония, это... Подождите, 230-й федеральный закон категорически запрещает пользоваться средствами IP-телефонии. Телефоны должны быть... Да, случайный набор цифр, похожий на номер телефона, категорически запрещен. 230-й федеральный закон. Я очень внимательно его изучал в последнее время. Что? Очень хорошо. Вот очень хорошо, что вы внимательно изучали. Вот номер сохраните. Друзья, это Кузнецов Дмитрий. Чувствуете, вот где-то примерно вот в этом, вот здесь начинает подрывать заднее место у этого звонаря. Вот сейчас чувствуете, как это вот начинается, начинается атака Герпеса Адольфовича и его беспомощные какие-то способы защиты. Вот примерно вот с этой ситуации начинается такое, знаете, приближение нокаута. Он непосредственно приближает номер банку, этот... Так нет, ну хорошо, да нет, давайте не будем в бутылку лезть. А почему вы уходите от вопроса? Вы сказали про коллекторов. Я говорю, это очень замечательно. Я вообще с удовольствием бы обсудил этот вариант. Потому что разговор зашел в тупик. Нет, для меня он наоборот. Что вы хотите сказать? Ну что, а почему вы... Я вот лично, я вот понял. Почему по-вашему... А где тупик? Вы заплатите за нее? Да нет, зачем? Так вы понимаете, вы то оцените, то коллекторам, а зачем? И то, и другое. Я попросил просто выписку. Выписку пришлите мне, передайте, если вы полномочный, передайте там лицу, которое принимает решение. Просите человек, человеческая просьба, выписку. Только официально закрепленную, прокрепленную. Вот идем от вас сначала официальные бумаги, а потом мы вам пришлем. Конечно, мы запрос вам отправим. Вот, а коллекторам, если продадите... Только когда он будет этот запрос, понимаете? А что, а что это меняет? Это критичные рамки. Да, господи, ну какая разница нам там? Больше денег сэкономит, моя сестрица. Вам нет разницы? Мне абсолютно нет. А где критичность? Объясните, молодой человек. А в чем критичность? Критичность вопроса. А вам не кажется, что у вас сестра занимается по 177 УК РФ? Чем-чем? Уклонение от погашения... 177 УК РФ. О, должностные лица? Я только лишь предполагаю. Подожди, подожди. А инициировать 177-ю только судебный пристав может. Взросное уклонение от исполнения кредиторской задолженности по вступившему в силу решению суда. Вот. Это раз, там, и от полутора миллионов, это два. Она подписала договор, что банки работают на условиях возвратности и платности кредитов. Не, ну, я вам помню, что в самом начале я утверждал, что никакой договор не может стоять выше закона. 177-я вообще в нашем юридическом обществе, это называется мертвая статья, не реализуемая. Ни одного приговора нет по 177-й, потому что приставу делать нечего, еще следственные мероприятия инициировать и что-то там делать. Как только банк доказывает в суде то, что были отчисления в пенсионный фонд, 177-я УК, РФ. Подождите, не-не-не, вот здесь поподробнее. Я вам напомню, что я преподаю юридическое право, и что вот, пожалуйста, околеситься, вот по голосу вроде достойный мужчина, но как только начинаете нести околеситься, то говорить то, что не понимаете, не знаете, не нужно, я вас умоляю, не надо себя к позорному столбу приколачивать. Хорошо, что мы с вами один на один разговариваем, где-нибудь брякнете, захохочут. Так нет, ну что, вам не все не равно, над мужиком будут хохотать. Ну нет, вы же говорите, вы же говорите. Да 177-я это мертвая статья, по ней нет ни одного приговора, потому что ее может инициировать только судей. А почему? Это берете консультант плюс. Консультант плюс открываете и смотрите, судебную праздниковку. Да зачем вы это предполагаете? Вы с тем же успехом можете предположить, что можете трицу на дыбу растянут. Я понял, я понял, да, растянут на дыбу и прочее. Вам смешно, телефон запишется банкой, нет? Зачем? Не пойму. Ну тогда я с вами прощаюсь, всего доброго. Все, не пришли, конструктивного диалога не получилось, получается. Да потому что это, я не считаю этот конструктивный разговор, пойму. Так нет, ну вы навязываете свое мнение, не хотите развивать тему, говорите о колесицу, про 177-ю, которая совершенно неуместна в нашем с вами случае, вообще нигде неуместна. Я так могу сказать, что вы полный бред несете. Ну так вы говорите, я-то аргументирую, если вы несете бред, я аргументирую. Своим личным мнением. Да подождите, я называю статьи, называю закон, 452 статья, подождите, смотрите, вот один простой момент, вторая статья Конституции Российской Федерации, честь и достоинство гражданина является высшей ценностью государства и стоит в приоритете. То есть в любом случае юридическая организация будет на 25-м месте. Да, дальше, 452... Все, вы будете говорить. Да удачи. 452 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Любой договор в любом периоде времени может быть расторгнут, если в нем найдется в большей либо меньшей степени, либо в части этого договора пункты, противоречащие действующему законодательству. 29-я статья закона о защите прав потребителей. Человек вправе прекратить оплачивать услуги, если ему не предоставляются по первому требованию документы. Вот мои аргументы. А ваши какие? Где ваши требования-то? Ее требования? Вы мне позвонили. Она скрывается от банки, понимаете? Она скрывается от банки. Да почему? Вот вам человек, представитель ее. Как это скрывается? Человек вправе делегировать отношения с кем-либо кому-либо. На основании даже устной доверенности. Не обязательно письменной. Да что вы говорите? То, что вы слышите, молодой человек. На этом тогда мы прощаемся. Молодой человек, вы говорите как гопник. Молодой человек. Да. Понятно, понятно. Вам это льстит или вас это оскорбляет? Очень, очень. Что? Что мне оскорбляет? Вам льстит это или оскорбляет, когда я обращаюсь к вам, молодой человек? Вы мне скажите тогда, и я буду к вам по-другому обращаться. Ну что ж такое-то? Вы обращайтесь как хотите ко мне. А не, ну, молодой человек. Вы так проговорили. Телефон, телефон запишите или нет? О, да. Не помните, все. Не этим поговорим. Ну, мы будем выезжать тогда. О, ты-то еще разочек, да? Выезжайте с удовольствием. Сколько у вас будет человек, какой торт приобрести? Сколько чая заводить? Выезжают. Вот понимаете, пытаются напугать, чем не понимают. Я вам еще раз сказал. Ну, вот мы приличные встречи с вами обсудим. Когда? Когда я готов вас встретить? Когда вы будете? Все, отлично. Нет, да подождите, вы уже как не мужчина себе. Да, проживаете, я здесь, приезжайте. Я с удовольствием с вами лично познакомлюсь. Лично с вами. Я буду. Скажите, я просто занятой человек, я должен быть на месте. Скажите, когда вы будете? Когда вы будете? Мы выйдем с вами на трес. На какую еще связь? Что за термины? Вы можете, вы сейчас набиваете стрелку, да? Так это выражение звучит. И не говорите, когда будете. Это вы так. Ну, вы что? Вот зачем? Почему вы за свои слова не отвечаете? Когда мы приедем. Вы хотите что-то получить? Ну, мы как-то приедем. Ну, а что вы сейчас? Вы там с друзьями рядом стоите, что ли? Да я один с собачкой гуляю. Да. Ну, слава богу, с собачкой гуляйте. Ну, вот продолжайте гулять. Слушайте, я чувствую, как вы раздраженным становитесь. Зачем? Вы психолог, что ли? Что вы чувствуете? Ну, нет, я понимаю. Я еще... У меня такое ощущение, что вы... Наш разговор зашел в тупик. Ни, ни, сколечко. Ни, сколечко. То, что вы беспомощно себя чувствуете, беспомощным, это не значит, что он в тупик. Я готов дискутировать с вами хоть до утра. Это бессмысленно, понимаете? Мы не увидим... Почему? Я получаю неимоверное удовольствие. Я получаю неимоверное удовольствие, разговаривая с дилетантом, представившимся сотрудником банка. Мне очень жаль, что в банке работают... Ну, извините за вожжение. А что извиняться? Дилетант – это нормальное литературное слово. Человек, который не на своем месте, а пытается что-то кому-то доказывать. Блистая знаниями, которые не может подтвердить. Дилетант. Вы зато блистаете ими. Вы блистаете. Ну, вам сложно. Вам сложно оценку давать, потому что вы не знаете, блистает человек или не блистает. Вы не готовы к обсуждению предмета. Абсолютно. О чем здесь разговаривать, понимаете? Ну, как о чем? Вы сейчас рабочий звонок официальный совершаете. Вы официальный звонок совершаете. И не сможете конструктивно общаться. Пытаетесь со мной в параллель говорить. Зачем вы это делаете? Упокойтесь. До свидания. Ну, вот такой вот поединок, к вашему вниманию, между Герпесом Адольфовичем и особью из банка. Мы уже давненько понимаем, знаем, что работают на прозвонах люди, максимум обладающие строгим голосом, но и то в начале разговора. На самом деле, понимаете, Герпес Адольфович и декламировал общедоступные статьи 452-ю, 29-ю статью закона о защите прав потребителей, 452-ю гражданского кодекса. Любой может взять, почитать, вникнуть, понять. 230-й федеральный закон вообще, это сейчас инструмент, самый главный в разговорах во взаимодействии со взыскателями, с коллекторами. Все они, потому что его нарушают вдоль и поперек. Друзья мои, будьте смелее, будьте увереннее в себе, и все будет хорошо. Они рассчитывают на незнание и на страх. Как только вы проявите свою хотя бы элементарную компетентность, вы сразу в своей экспертности далеко вперед шагнете по сравнению с ними. Они знают только поверхностно все. И берут вас, как говорится, на понт, на храпом, как раньше это говорилось, да, вот этим строгим голосом, на эмоции. Ну, это же элементарно, можно с этим справиться, главное в себя поверить. Читайте, слушайте канал такой, как наш, слушайте на нашем канале исчерпывающая информация. Если вы хотите еще удостовериться в том, что это действительно работает, посмотрите наш сайт, ссылочка на сайт в описании этого ролика и всех других роликов. И там рассказывается, знаете, без юридических терминов, на общечеловеческом языке презентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Что мы для вас сделаем, если вы захотите стать нашим клиентом. И не обязательно вам становиться нашим клиентом, но послушав этот ролик, вы поймете, что все на самом деле реализуемо. И ваши права, они есть. Принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Если ваши права нарушаются, о них нужно заявлять. А чтобы о них заявлять, о них нужно знать, что нарушается. А не чувствовать себя жертвой и каким-то там бараном, в стадии которого ведут, неизвестно куда и зачем. Не будьте баранами, овцами, а будьте достойными людьми. Ставьте лайк, если ролик понравился, комментарии пишите свои. Подписывайтесь на наш канал, кто этого еще не сделал. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok